Это называется, если ваша учринка не похожа на эту, не забейте меня! Всем привет, друзья! С вами Машка Соколова. Времени 8 утра, и я вышла на улицу, как видите, в таком виде, потому что пошла бегать. Собственно, мое самое нелюбимое занятие в жизни, я занимаюсь этим я, потому что у нас вышла с Володей Шмиденко коллаборация, и сейчас вы можете перейти к нему на канал, и увидеть ролик, где мы ели 10 тысяч калорий. Собственно, сегодня моя задача отработать эти 10 тысяч калорий, что, конечно же, безусловно, нереально, но мы попробуем. Итак, у нас есть в запасе 12 часов, и я и Володя сегодня должны отработать этот день по максимуму. Будем делать все, что хотим, нет никаких ограничений, любой вид тренировочной активности сегодня приемлем. Поэтому утро я начинаю с пробежки, собственно, отправляюсь в парк, делать я это не люблю, но выбора нет, потому что качаться 12 часов невозможно, мы будем миксовать разные виды нагрузок, вот. Поэтому начинаем пробежки. Итак, ну что, ребята, помогать сегодня достигать, мой суперцель, будут мне два помощника, а именно умные смарт-часы от фирмы Norden и весы от фирмы Norden. Итак, что же они делают? Собственно, мы должны сегодня посчитать калории, поэтому у меня сегодня есть такой помощник, очень крутые часы. Мне очень нравятся, во-первых, часы с точки зрения дизайна, они выглядят, в принципе, как обычные стрелочные часы, что очень круто, потому что вы можете носить и со спорт стилем, и, собственно, в обычной жизни, там, с тем же платьем, например. Сапфировое стекло, внутри швейцарский механизм, и, собственно, плюс сапфирового стекла, что вы можете заниматься спортом, и не париться, что вы часы поцарапаете. Силиконовый ремешок, который, естественно, можно поменять на любой другой цвет. Естественно, они влагостойкие, вы можете заниматься спортом, ходить в душ и плавать, и не париться, что вы, собственно, их повредите. В часы встроены датчики, и у ребят есть такое крутое приложение, которое вы устанавливаете на телефон. Здесь у меня подключены мои часы, и в приложении есть полная аналитика. Вот, пожалуйста, мой день, сегодня уже 64 шага я нашагала по дому. Собственно, он считает шаги, калории, сон, безусловно, да, как мы спим. И здесь есть совершенно разные активности, как раз которые сегодня будут мне помогать. Вот, пожалуйста, тренировка, абсолютно разные возможности. Бег, хит-воркаут, ходьба и так далее. В общем, фиксирую всю активность, и сегодня с помощью часов мы будем отслеживать, сколько же я буду тратить. Итак, и второй мой помощник, который мне сегодня будет помогать, это умные весы, тоже от фирмы Norden. Вот такие красивые, сейчас мы сделаем замеры, посмотрим, сколько же я вешу, и посмотрим, сколько я буду весить вечером и завтра утром. Мне даже интересно. Итак, 58,7, и, собственно, опять-таки, плюс весов. В этом же приложении, Norden, мы заходим и видим, что у нас здесь есть второй девайс, это мои замечательные весы, которые мне дают полную аналитику моего взвешивания, помимо просто веса. Здесь можно посмотреть индекс массы тела, телесный жир, мышечную массу, гидротацию, то есть количество воды в организме, вестеральный жир и так далее. Продолжение выстраивает очень удобно графики, вы можете следить за динамикой своего веса. Вот, собственно, мы и посмотрим. Сегодня и завтра утром. Ну что, мы одеваемся, и первое, с чего я сегодня начну, это пробежка. Понятно, что потратить 10 тысяч калорий за день будет невозможно, иначе придется потом отправиться на карете скорой помощи куда-нибудь в больничку. Но постараюсь подвигаться по максимуму, чтобы, конечно, не навредить себе, безусловно, но, тем не менее, выложиться по полкне. Поэтому мы отправляемся бегать. Бегать ненавижу, но придется. Вот, одеваемся, собираемся и идем бегать. Пробегу столько, сколько получится возможным. Я такой человек, который лучше отработает эти калории конкретно на тренировке, вот там на силовой или на кроссфите, на котором с вами поедет. И, собственно, поехали. Начинаем утреннюю гипнастику. Вообще, очень многие мои подписчики пишут о том, что как бегать, как много, натощак, не натощак. Ребята, бегайте в удовольствие. Если вы вдруг решили прям упороться по бегу и начать там бегать по 10, 15, там 20 километров, не дай бог, обязательно, как и в любом виде спорта, обратитесь к профессиональному тренеру, потому что очень важно, где вы бегаете, как вы бегаете, какая у вас техника бега, в какую обувь вы бегаете, потому что так можно заработать большое количество трамп. Одно дело, когда вы там раз, несколько дней с утра пятерочку легко пробежали, другое дело, когда вы начинаете прям как не в себя это делать. 5 километров, 33 минуты, 302 калории! Просто хотелось умереть в этих 5 километров, и это только 300 калорий. Очевидно, что отработать 10 тысяч практически невозможно вообще, но интересно, сколько возможно сделать за день максимум. Сейчас идем домой, в душ, собираю сумку и отправляюсь в зал на высокоинтенсивную функциональную тренировку, в моем любимом зале 45, где я тренируюсь постоянно, заодно расскажу вам там про тренировочный процесс. Вот, но там я надеюсь, что калорий 800 я потрачу. Что делать с оставшимися, не знаю, там, 8 тысячами? Пока вопрос. Давайте, кстати, Вове позвоним. Прикол, если он спит. Это будет вообще фатально просто. Это не внушает доверие, если честно. Если только он спит... Ну, все, не отвечу на это. Это будет жесть. Ну, типа, вы не представляете, каких трудов мне сегодня стоило встать, потому что у меня бессонница, и я сегодня легла в 4, я встала в 7.30, вот просто через силу воли. Думаю, ну мы же договорились, ну надо же снимать, надо же работать. И я искренне надеюсь на то, что он с 6 утра бомбит просто и настолько сейчас там активно тренируется, что не может мне ответить. Потому что если он спит, то это будет просто провал. Татане вообще. Короче, чуть-чуть изменились планы. Дело в том, что я перепутала одни недели, планету, город, обстоятельства, и почему-то мне казалось, что в 12 часов сегодня есть тренировка в 45, но она будет только вечером. Я немножко перепутала дни в расписании. В общем-то, мы приехали в зал, будь осторожен, в зал Road to the Dream. Сейчас буду я тренироваться. Надо хорошенечко подумать, что же такое сделать, чтобы тренироваться долго и очень энергозатратно. Вот, сейчас решим. В общем, начнем с тренировки отсюда, точнее, продолжим. И уже к вечеру мы поедем, собственно, непосредственно во 45 на CrossFit. Потом мы снова сюда вернемся, для того, чтобы встретиться с Володей, которого я до сих пор не могу обнаружить и не понимаю, что происходит. И там мы уже будем подводить с ним итоги. Чтобы вы понимали, только что от него пришло голосовое сообщение. Друзья, ребята, на часах сейчас 10 утра практически, только проснулся. Вы знаете, я принял такую тактику. Я решил поспать чуть дольше и, соответственно, остановиться. Когда я уже буду на 100% восстановлен, когда я буду отдохнувшую, я смогу сжечь больше калорий и смогу выложиться как нужно. Как вам вот такой поворот? Я проспав 3 часа просто по договоренности с ним, встала, пошла херачить с самого утра, а он просто поспал до 10. Понимаешь? Я очень жлюсь. Переходим к следующей тренировке, несмотря на то, что Володя спит, я не сплю и начинаю работать. Собственно, сделаем комплекс. В среднем посчитать количество прям точных калорий будет невозможно, несмотря на то, что есть трекер и так далее. Но в целом, так как я тренируюсь в таком формате, могу сказать, что за подобную тренировку при хорошем темпе можно потратить где-то 450-500 калорий. Но округлим большую сторону, скажем, что потрачу 500. Собственно, выполняем 6 кругов, 4 упражнения, интервал работы 30-30. Запоминайте, повторяйте тренировку. Первое, с чего мы начнем, это присед и махи гири. Затем у нас будет верпес, используем гантели, верхней точкой будем делать джим. Потом у нас будет запрыгивание на боссу и, собственно, тяга штанги. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Между кругами также отдых 30 секунд. 6 кругов в максимальном темпе. Все. Это будет наша следующая тренировочка, вторая за сегодняшний день. Потом мы пройдемся до дома пешком, потратим еще немножко калорий. Силы есть, поэтому добавим тренажер, который я тоже не очень люблю. Можно посмотреть ролик и прийти к выдаче, что я, в принципе, все не очень люблю. Вот. В общем-то, так оно и есть. Я не отношусь к рангу тех людей, которые говорят о том, что тренироваться 24 на 7, там, 7 дней в неделю это супер кайф. Нет, для меня это точно такая же нагрузка, как и для вас. Я точно так же каждый раз совершаю усилия, чтобы пойти в зал. Для меня это тоже тяжелая работа. Я себя заставляю трудиться. Собственно, тренажер, к которому мы перейдем, это тренажер для гребли. Не так давно я гребла с Ксюхой Голощаповой, она меня учила как-то делать. Не факт, что я все усвоила, но тем не менее. Сильно тоже рвать не буду, так чисто на лайте. Хотя бы немножечко калорий доводим. Итого в сумме у нас получается 800 примерно калорий активных за бег и за тренировку. И вот сейчас, я не знаю, сколько я здесь добавлю, на что-либо добавлю. Я думаю, сколько же в человеке дури, что он способен делать кучу всякой вообще абсолютно необоснованной дичи. Вот мы сделали еще 167 калорий. 800, 900, гори. 900, 67. 900, 67. Ну, можно сказать, что тысяча. Да? Округляем чуть-чуть. Сделано тысяча из 10 тысяч. Это жесть. Активная калория набирается очень с трудом, ребята. Сюда, конечно, мы еще добавим суточную норму калорий, которую я примерно сжигаю. Но, опять-таки, благодаря весам можно посмотреть свою скорость обмена веществ, свой метаболизм, и посмотреть, сколько в течение суток ты просто в состоянии покоя сжигаешь. Мы их туда добавим. Плюс посмотрим, сколько я нашагаю. И плюс вечерняя тренировка в F45. Все, сейчас мы... Надо покушать, чтобы восстановиться и чуть-чуть поспать, потому что это изнасилование организма было незаслуженно. Пока Вова спал, я уже бодрствовала, поэтому меняемся местами. Пусть он работает, и я отдыхаю. Так, ну что, ребятки, времени 2 часа дня. К этому моменту мы уже нашагали 16 тысяч почти 400 шагов, что, в общем-то, хороший показатель. Правда, по шагам мы сожгли только 335 калорий, но, в принципе, это уже плюс к 1000. 1300 мы сделали. И у нас обед обязательно восстановится, иначе здесь закистительные процессы достигнут максимума, и я точно где-нибудь откинусь. Кушаю вот рыбку с овощами. Сейчас мы поедим, потом пешком пойдем до дома. Чуть-чуть еще походим. Походим кругами вокруг дома. Сначала в одну сторону, потом в обратную. И, собственно, я посплю часочек, и мы поедем на следующую тренировку уже в F45. Вот, только что звонил Володя, он тоже потратил 1000 уже к этому моменту. Что-то там поделал какую-то тренировку на улице, поделал пресс, вот. Но когда услышал, что я поеду на кроссфит, что-то заволновался немножко. Вот, но мы увидимся с ним в конце дня, и, собственно, впечатлениями, и подведем итоги нашей сегодняшней зарубы. Так, ребят, в общем, я уже на месте. Сейчас сделаем очень много кардио, потому что 1000 калорий уже есть. Осталось за сегодня сделать всего 9000. Я не знаю, испели это сделать или нет. Но сейчас, короче, здесь на этом, на беговом тренажере похожи, побегаю. Я думаю, минут 20-30. Кстати, залчик, вот такой вот залчик. Не очень большой, да, но на самом деле очень уютный. И что самое главное, он находится буквально в одной минуте от моего дома. Буквально нужно спуститься на первый этаж. и я уже буду на месте. Поэтому, let's go. Ладно, нельзя. Это час кардио. Больше всего, что хотелось, это воды. И вот здесь у меня просто рак, короче, сатоник, который восполняет соли. То, что нужно. Для этого видео, это прям реально топчик, потому что сегодня очень много потей, очень много садий уходит. И под конец дня можно, короче, вырубиться. Ну что, ребята, финальная тренировка на сегодня. Я не знаю, как я буду делать, но тем не менее, я приехала в свой любимый зал, F45. Зал, собственно, где я занимаюсь уже на протяжении последнего полугода. Зал с национальными нагрузками, где сегодня меня ждет просто настоящая пытка. Очень удобно, что в этом зале у меня есть конкретный пульсометр, и мы на экранах увидим прям мой пульс и все калории, которые я зажгу во время этой нагрузки. Сейчас моя задача выложится по максимуму, потому что после этой тренировки мы едем уже на встречу с Вовой и будем подводить итоги, кто же сильнее из нас сегодня себя проявил. Итак, пока на данный момент мы за кадром там очень много ходили, бегали вместе с Мишаней. Сейчас у нас 20... только что хлопнуло. Собственно, мы сегодня потратили просто в обычном режиме 608 калорий активных уже сверху к моей тренировке. Ну и, собственно, сейчас добиваем и потом подводим итоги. Вот. Аминь. Ссылку, кстати, на этот замечательный зал оставлю в описании этого ролика. Обязательно приходите, пробуйте, и можете меня здесь встретить на тренировке практически в любом месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, финальная тренировка для сегодня готова. Вот вам показатель. Уже я в ноль. Просто нет слов, чтобы описать весь спектр эмоций, которые я сегодня испытала. Это было прекрасно. Главное ощущение ждут меня, безусловно, завтра и послезавтра, когда начнутся восстановительные процессы в моем организме. я сейчас. Я иду в душ в третий раз сегодняшний день и, собственно, отправляюсь в зал. Там мы встречаемся с Вовой и обсуждаем результаты. Кто из нас победил, вот скоро и узнаем. Ну что, наконец-то, вот мы и встретились. Времени почти 9 вечера. У меня прошло 12, больше, 13 часов с начала тренировочного цикла. У Вова чуть поменьше. Я проснулась в 7. А, в 7? Да. А, так я в 10 проснулся. У меня на 3 часа меньше. Ну и отдохнул самое главное, чтобы потом... Восстановился. Это самое важное. Ну что, поделимся, поделимся, как прошел сегодняшний день? Да, у меня прошел отлично. Я похудел килограмм на 10, наверное. Что ты делал? Сколько ты потратил? Первое, конечно, что я проснулся, я сделал 300 на пресс, короче, скручивание сразу же. Потом пошел на турничок, там, часовую тренировку сделал. Потом я пошел делать кардио, взял на беговой дорожке, я бегал, короче, час 15. Вот. Я чуть не умер. И потом, короче, после всего этого я еще потренировал от руки. И в общей сложности я ежу, как думаешь, сколько я ежу? Где ты двушку? 2 200. Так, я... Ну это не учитывая там, что я ходил, и то есть не учитывая то, что тратится на... А я сделала сегодня ставку на шаги, в том-то и дело. На шаги, да? Я сегодня прошла 30 200 шагов. 33. Потратила и пробежала. Шестерку. Потратила 670 калорий. Плюс утром я побегала отдельно, у меня была беговая тренировка, там было еще 500 калорий. Это у нас 1100. Это на улице бегала? Да. Или потом? По улицам. 1100. Потом у меня была функциональная тренировка в обзоре примерно на 500 калорий. Это 1600. Потом на 160 калорий, почти на 170, у меня была гребля. 1600 плюс гребля 160. Это 1760. И сейчас у меня была тренировка еще на 600 калорий. 2360. А я могу посмотреть шаги свои, сколько я взял? Ну посмотри. А где это смотрится? Ну в итоге, короче, на самом-то деле, вообще смысл всего проделанного был в том, чтобы сказать, что когда вы много кушаете, как мы ели в видосе у Вовы 10 тысяч калорий, после этого надо много работать. И кушать гораздо проще, чем отрабатывать. Потому что вот, ну я сегодня потратила очень много сил. Ну по факту мы сегодня, ну и ты весь день. Я потренировался сегодня, я отработал буквально там биг тест меню, да, и какой-то чизбринью сверху. Да, вот столько мы отработали, а бомбили весь день. Да, буквально один прием пищи, который можно скушать, ну минут за 15-20, да? Да. Но по факту нужно целый день просто потеть, короче, умирать, чтобы вот такое вот сделать. Поэтому не кушайте, а тренируйтесь. Тренируйтесь и кушайте хорошо. Не кушайте так, как кушали бы. Вот это не струб. Представляете, в общем, посмотрите обязательно ролик у Вова на канале. Да. У меня на канале мы кушали 10 тысяч калорий. Это было гораздо, наверное, я бы не сказал, что сложнее, но это было по-другому. Это было тоже неприятно, как и сегодняшний день. Особенно Маше было неприятно. Да. В общем, не забудьте посмотреть ролик, подписаться на канал Вовы, поставить нам лайк, написать нам добрые комментарии. И с вами была Машка Стола. И Владимир Шмиденко. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok